Итак, мы начинаем. Андрис Пеболс, член правления партии «Единство». Пожалуйста, телефоны прямого эфира, если кто уже проснулся, кто-то в пути, надеемся. 6-7-2-12-9-3-9 и 6-7-2-13-9-3-9. Ещё раз доброе утро, господин Пеболс. Я хотела предупредить наших водителей, поскольку мы уже добрались до работы, что дороги довольно ещё такие нечищенные, и, возможно, вас ждут пробки. Я даже не сомневаюсь практически в этом. И будьте, пожалуйста, осторожны, чтобы не было, как вчера, когда было 90 аварий за несколько часов. Я имею в виду на тот момент, когда я смотрела, 90 аварий. Поскольку снег у нас, как известно, стихийное бедствие, и всегда вызывает вот такие вот сложности на дорогах. Ну, давайте приступим всё-таки к нашему интервью. Да, вот господин Пеболс, во-первых, с Новым годом вас тоже. С Новым годом. С Новым годом вас тоже. Да, вот, может быть, такой вопрос сейчас из актуальных. Вот как вы оцениваете то, что президент решил в какой-то степени взять на себя инициативу? Многие считают, что это вынужденная мера, у него не было другого выхода. Другие считают, что он как-то просто поможет быстрее сформировать правительство. Как вам кажется? Это всегда было так. Всегда по Конституции это президент называет кандидата в премьер-министр. Ну, обычно было, ну, часто было, необычно, было часто, когда уже, в принципе, облегчали его работу сами политики. Немножко, но всё-таки. Они приносили кандидата, приносили состав коалиции. Ну, если смотреть, Улманист, конечно, сделал выборы иногда довольно радикальные. Радикальные, да. Вот Берзинч работал, чтобы кандидат был бы в 100% одобрен парламентом. Сейчас ситуация немножко больше сложная, но я думаю, что это задача президента. Никакого сюрприза в этом нет. И то, что он берёт инициативу, в любом случае он должен был бы брать инициативу в какой-то момент, потому что он должен назвать имя кандидата в премьер-министр, который, в принципе, хотелось бы сразу получил бы одобрение парламента. Ну, а не говорит это о том, что вот партии не могут договориться, что вот всё-таки как-то такая ситуация сложилась с этой стороны? Ладно, хорошо, президент может, и он обязан, и должен там, и так далее. Ну, а партии? Вот у них как-то обычно более гладко получалось в последнее время. Я не думаю, что более гладко, потому что коалиция между тремя партиями никогда не что-то такое простое. И найти компромисс довольно сложно. Держать компромисс легко. Как только он нарушается со ставкой правительства, всё надо начинать сначала. И тогда каждая партия пытается найти для себя самое оптимальное решение. Ну, вот как в этой ситуации себя партией проявили, вот правящие партии, коалиционные? Мне трудно следить, потому что я не занимаюсь формированием правительства. Я думаю, что нормально, потому что каждая партия заняла позицию. В принципе, все партии назвали, что они могут продолжать работать в коалиции. И дело более в персоналиях. И это уже, как я бы сказал бы, вопрос президента, назвать самого лучшего кандидата. А вот то, что единство назвало Солвиту Абблтиньо и больше никого, это вот как вам? Я считаю, что это очень правильно. Почему? Потому что есть ответственность в политике. Если есть партия, где большинство выбирает председателя партии, то обязательство этого председателя партии и ввести правительство. Потому что правительство в нашем случае несёт самую большую ответственность. То есть уходить в другую кандидатуру я не вижу никакого смысла. То есть это как бы размывать определенное отношение к политике, к власти. И кроме того, для Венотиба мы уже видели, что модель премьер-министра не председателя партии. Просто не работает. Просто не работает. И таким образом это логичное решение. Большинство партий поддерживает Солвиту Абблтинь. И я думаю, что это хороший кандидат от Венотиба. Значит ли это, что сегодня на правлении вы будете обсуждать эту кандидатуру, или вы вообще не будете обсуждать кандидатуру? Мы уже обсуждали кандидатуру. Мы уже провели голосование. И насколько я знаю, большинство поддержало Солвиту Абблтинь. Так что я не вижу, что сегодня должно быть какой-то сюрприз. Но в политике никто никогда полностью не уверен, что сюрпризов не будет. Но на сегодняшний понедельник я не думаю, что больших сюрпризов нас ожидают. То есть фактически по существу получается так, что дальше все будет в руках президента. То есть вы, допустим, я моделирую ситуацию, вы официально выдвигаете своего председателя на пост премьер-министра. Если, допустим, мы опять-таки гипотетически, президент говорит о том, что его этот кандидат не устраивает, что дальше? Второй круг, опять вы обсуждаете следующий кандидат? Тогда и будем думать. Потому что, на мой взгляд, могут быть разные мнения. На мой взгляд, или председатель, или никто. То есть другие члены правления могут думать по-разному. То есть я буду, может быть, в меньшинстве, они скажут, давайте выдвигайте второго кандидата. Но я сказал, наш опыт, что это не работает. Что не работает, партия катится вниз и все-таки... А нет риска, что, допустим, я понимаю, что мы сейчас только обсуждаем всякие разные варианты. А нет такого риска, что вы как бы сами отдаёте власть, если так можно сказать, пост премьера другой партии. Пример зелёным крестьянам. Ну вот, допустим, Абута не подходит, президент её не выдвигает. И что дальше? Вы говорите, ну ладно, ну уберите власть. Нет. Я бы сказал, что мы выдвигаем кандидата. Это в руках президента. Он может называть сегодня из зелёных или из сосанья. Это в руках президента. То есть это его политическая ответственность назвать. Таким образом, мы не отдаём ответственности. Если в Вену ты бы сказал, у нас нет никакого кандидатуры, тогда был бы ты прав. Но теперь я бы сказал, всё ясно. Как произойдёт процесс дальше, я не могу сказать. Потому что я активно не участвую в нём. А какое-то смене руководства партии до съезда нельзя говорить? Сист только что был и прошёл очень спокойно. Нет, ну я имею в виду в каком-то экстренном режиме, не знаю о чём. Может быть, допустим, Солвы Таблта не откажется от поста руководства. Кто-то займёт её место. И таким образом может смениться кандидатура премьера. Это интересный вариант. Это довольно логичный вариант. Но я бы сказал, на сегодня он полностью необоснован. Полностью необоснован. Потому что Конгресс только что был. И поддержка Солвы Таблта не было очевидно. Неужели единству так вот всё равно, что у неё уплывает из рук пост премьера? Ну так вот, как вы говорите. Ну будет так будет, не будет так не будет. Неужели вот всё равно? Ведь у нас президент от зелёных, да, спикер от ВИСУ Латвии, это БДНЛ. А вы получаетесь... Я не знаю, почему вы думаете, что у Солвы Таблта нет никаких шансов, если быть названной, или сформировать правительство. Давайте вот сформировать правительство. Какие у Солвы Таблта шансы? Увидим, когда этот процесс дойдёт до этого. Будет она названа, во-первых, и, во-вторых, удастся у неё договориться о правительстве. Потому что совсем другая ситуация, когда вы уже в процессе, до процесса. Потому что до процесса все говорят, нет, у нас такие требования, послушаем, увидим. То есть на всех кандидатах это будет. То есть когда есть мандат, тогда есть другая ситуация. Я не исключаю, что если мандат есть, у кандидата может не создать большинство. Такая ситуация вполне нормальна в политике. Но до этого ситуации надо дожить. Но у нас в традициях латвийской политики, что президент называет того кандидата, которого поддержит большинство. Ну, кроме Гунте-Селума, если бы у него такой опыт печальный. У нас в последние годы такая традиция. Президент никогда не называл, например, того же представителя, ну, к примеру, от Саскани, обосновывая именно тем, что всё равно они не создадут коалицию. Опыт всегда можно нарушать. На мой взгляд, в политике нет чётко выписанных канонов. То есть да, был такой опыт. Но Гунте-Селума сделал по-другому. А Латвия не развивалась и развивалась. То есть я бы сказал бы, это процесс, на мой взгляд, президент должен назвать. Вену Атайба на сегодняшний момент выбрала своего кандидата. Я считаю, что это сильный кандидат. Может, не очень популярный, да. Но у нас следующие выборы в три года. То есть таким образом создать правительство в принципе можно. Одна партия из коалиционных сказала, мы не будем работать. Но одно дело до, вторая, когда вы называете, когда вы кандидат. То есть до этого, пока вы не кандидат, все будут держать, все карты закрыты. То есть другие. И это ясно. Но, по-моему, Национал Афины выдвинул Роберта Зила. Тоже очень хороший кандидат, на мой взгляд. Но у него меньше голосов. То есть есть выбор у президента, но его никогда не будет стопроцентной уверенность. Кандидат, когда он назовет, сказать, никакого кандидата, что он принесет 60 голосов или 51 голос. Такой уверенности в коалиционной системе никогда нет. Это всегда какой-то риск. А то, что до этого этот риск как-то удалось уйти от этого риска, это более, я бы сказал, исключение, чем правило. Вот интересно, в принципе, у вас большой опыт и работы в Еврокомиссии. Вы знаете, как формируется структура управления Европейского Союза, к примеру, Европарламент. Мы понимаем, что председатель Европарламента – это, в принципе, компромисс условия договоренности. Видимо, в Еврокомиссии руководитель тоже – это какой-то определенный компромисс между политическими силами. И, с другой стороны, тогда возникает такой вопрос. Допустим, я опять-таки гипотетически продавит, если так можно сказать, госпожу Абуты, не оставит премьер-министром. Но сможет ли она работать, если все вот стистут зубы? Ну ладно, раз другой ситуации нет. Нужно ли вам такое правительство, когда вот всем навязали этого премьера, и все только спят и видят, как ему вредить? Ну вот я, может быть, так утривую, но мы же понимаем, что если ты кого-то подавливаешь, ну нет других вариантов. Ну ладно, пускай будет Абуты, а мы все будем строить из себя обиженных. Я сказал бы, надо разделять две ситуации. Одна – персоналий. Конечно, персональная, которая более популярна, имеет преимущество. Но вторая – это программа. То есть до того, как правительство должно быть утверждено, и должно быть даже уже коалиционное соглашение. Что правительство хочет сделать? Где красные линии? Не после того, когда премьер-министр утвержден, но до этого. И здесь менять немножко в лучшей ситуации, потому что есть программа к столетию юбилея Латвии. То есть есть определенные наработки. И таким образом надо смотреть то, что правительство может сделать для людей, чем смотреть, какие персоналии. Потому что мы очень сильно зашли в персоналии. Вопрос – что правительство добьется? Какая будет политика? Против относительно беженцев, относительно налогов, относительно здравоохранения, относительно образования. То есть есть определенные вещи, про которые надо говорить до определения правительства. То есть не после, когда правительство утверждено, мы обсуждаем коалиционное соглашение. Это уже поздно. Мы примем звонок. Сейчас надевайте наушники, пожалуйста. У нас в гостях, напомню, Андрис Пеблс, член правления партии «Единство», бывший еврокомиссар. Слушаем вас. Здравствуйте. Пожалуйста. Доброе утро. Ну вот, Вена, и хочется, и колется. И хочется, и колется. Но, мне кажется, поезд уже ушел. И вы сегодня уже упоминали, что должен быть мандат. Вы забываете очень важную вещь. Это избиратели. И вы сказали, популярный премьер-министр. Нет, есть еще антипопулярный премьер-министр. Так вот, поскольку праздники уже прошли, и поезд уже ушел. И если бы этот кинзер, скажу, Абулкини, провернули бы до праздников, возможно, никто бы на протесты не вышел. А сейчас, если вот это вот подложат мину, уверяю вас, вы столкнетесь с очередным протестом просто населения. Спасибо. Я думаю, что всегда любой человек может быть популярен или не популярен в какой-то части общества. Но мандат сегодня дан выборами год назад. То есть это мандат. Не то, что популярность сегодня какая. Мандат от этого. Потому что у нас парламентарная республика, и мандат дан избирателям в момент голосования. Таким образом, определенные мандаты есть и в парламенте. И таким образом, я считаю, всегда большинство правительства будет работать на большинство, но не на меньшинство. Но всегда найти, конечно, надо такой ситуации, когда нет меньше протестов. А если их можно избежать, тем лучше, конечно. Ну вот вы говорите про мандат. Но вот как раз-таки с попадания Солуи Таблты в Сейм начался, в общем-то, спад ее популярности. И потом многие другие поступки ее тоже, в общем-то, опускали ее рейтинг. И сейчас этот рейтинг очень-очень низкий. Скажем так, этично ли предлагать партии, может быть, в качестве будущего премьера, человека крайне непопулярного как среди русскоязычных, так и среди латышей? Последние опросы свидетельствуют об этом? Я понимаю, что вы хотите сказать. Но я еще раз повторяю, есть партия, есть большинство партий, есть определенная демократия в партии. Был Конгресс недавно. Прошел очень спокойно. Никто, в принципе, почти никто, кроме Витинча, выступал против председателя партии. То есть, в партии есть у Совет Аблтыни мандат. И таким образом, я бы сказал бы, то, что вы пытаетесь найти рейтинги, это совсем другое дело. Но ведь рейтинг партии, ведь во многом зависит и от ее лидера. И, скажем так, во многом, наверное, партия потеряла от каких-то поступков госпожи Аблтыни. Рейтинг партии упал из-за нее. Как можно человека, из-за которого падает рейтинг партии, выдвигать на такой пост? Это подарок новогодний такой или что? Быть председателем партии – не подарок. Это обязательство. И быть кандидатом в премьер-министр – это тоже не подарок. Это тоже обязательство. То есть, в политике есть мандат. И второе – есть у вас воля и желание. Я бы сказал, что у Совет Аблтыни есть все трое. Есть, конечно, факторы, которые против нее. Я не скрываю это. Это, конечно, жаль. Но я не считаю, что это плохой кандидат. Еще звонки. У нас есть Андрис Пебл в студии. Пожалуйста, надевайте наушники. Слушаем вас. Здравствуйте. Пожалуйста. Слушаем вас. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. С Новым годом вас всех. И вас. Спасибо. У меня два вопроса. Первый вопрос. Меня интересует, потому что при каждом новом премьер-министре у нас грабили банк какой-то обязательно. Я не думаю, что это связано. Дальше еще один вопросик маленький. Господин Пеппер, вы отсидели столько в Европарламенте. Что вы сделали для Латвии? Я не сидел в Европарламенте. Я был комиссар Европейского Союза. Если скажем то, что новая инфраструктура для электричества в балтийских странах, конечно, это моя заслуга. То есть и то, что цены на электричество падают в какой-то степени тоже. То, что энергетическая независимость тоже в каком-то степени моя заслуга. И то, что бегленцы из Африки сегодня меньше, если это заслуга моего второго мандата. То есть я сделал довольно много для моей страны в посте Еврокомиссара. Но таким образом я не отвечаю за Латвию. Я работаю за весь Европейский Союз. Таким образом и Латвия должна, конечно, получать какую-то часть от этой политики. Но я не работаю точно на Латвии. Я не назначен Латвией. Я назначен всеми странами Европейского Союза. Да, мы еще о беженцах тоже поговорим во второй части. Обязательно. Сейчас перейдем с ненадолго на рекламу и новости. Да, у нас в гостях Андрис Пеблс. Не переключайтесь. Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим. О делах наших скорбных покалякаем. ГОСТЬ В СТУДИЯ У нас в гостях сегодня Андрис Пеблс, член правления партии «Единство», бывший еврокомиссар. Пожалуйста, звоните 672-12-939 и 672-13-939. Тем временем хочу сообщить тем, кто в пути. Общественный транспорт уже опаздывает на полчаса. Так что те, кто не торопился, поторопитесь, пожалуйста, а то опоздаете везде. Да, я думаю, что это еще не предел полчаса в связи с тем, что снег пока не чищен еще особенно. Ну, мы продолжим с господином Пеблсом обсуждать особенности национальной политики, может быть. И вот все-таки давайте о рейтингах чуть-чуть. Вы сами недавно говорили о том, что партия «Единство» может сойти с политической сцены, если даже так вот дальше пойдет. Да, конечно. Что же нужно предпринять все-таки? Нет, я думаю, что надо быть более четко ответственность и надо, конечно, более четко обозначать, за что борется «Единство» и помогать партии получить больше поддержки в населении. А что нужно делать, по-вашему? Вот вы член правления, как вы считаете? Какие партии необходимы предпринять шаги? Может быть, в таком именно качественном смысле, не то, что там какие-то ряд мероприятий сделать? Я думаю, что мы назвали некоторые вещи, то есть реформу в здравоохранении, реформу тоже в образовании, реформу, территориальная реформа, то есть те большие задачи, которые стоят перед государством. Ну, реформа ради реформы или реформа ради чего? У нас реформы, в принципе, все 25 лет проводятся. Нет, я думаю, что реформы всегда, конечно, необходимы в любой смысле, но у нас есть определенные проблемы в здравоохранении, то есть для получения больше возможностей в здравоохранении, особенно по жилым людям, в образовании, на мой взгляд, это тема качества образования, к которой надо идти. И в территориальной реформе у нас раздробленное направление, и мы теряем большие финансовые средства. Да, еще, может быть, такой вопрос, все-таки несколько слов о беженцах, поскольку вы были вот второй раз еврокомиссаром по развитию. Да, вот вы уже сказали, что все-таки большинство бегут, я так понимаю, не из того региона, которого есть, так можно сказать, курировали. Но, тем не менее, есть ли опасность, что к ним присоединятся и жители, скажем, стран Африки, поскольку мы знаем, какая там, в принципе, экономическая, социальная ситуация, и слухи распространяются сейчас с учетом интернета очень быстро, и во многих африканских странах могут тоже решить. Ну, смотрите, госпожа Меркель, условно говоря, всех принимает, а чем мы хуже, там, не знаю, жителей Сирии, да, Ливии, давайте мы тоже рванем, да, так сказать, там, и будет не только у нас сомалийцы, не знаю, Заир, Чат, ну, всюду, да, так сказать, Центральная Африканская Республика. Да, конечно, такие риски существуют, потому что люди бедные, конечно, они хотят лучшей жизни и будут стремиться найти это в лучшей жизни как можно быстрее, и таким образом, конечно, большая волна беженцев, которая идет из Сирии, с Пакистана, с Ирака, конечно, может принести больше, намного больше людей из Африки, и потому очень важно, что в этой ситуации особенно богатые страны Европейского Союза продолжают поддержку африканских стран, потому что экономика в Африке развивается довольно хорошо, 5%, но это недостаточно. Есть районы, которые развиваются хорошо, это Уганда, Кения, Руанда, то есть одна часть, но часть, скажем, Бенин, Конго, они развиваются слишком медленно. Есть развитие, намного большое изменение, но все-таки она недостаточно, чтобы удовлетворить потребности населения. Ну вот европейцы могут вам сказать, не все же знают нюансы ситуации, допустим, в Африке, как вы, они скажут, ну да, конечно, можно и помогать, но ведь мы же знаем, какой уровень коррупции там, да, эта помощь вся сядет в руках вот этой небольшой группы, не знаю, как их там назвать, местных олигархов, наверное, может, в какой-то степени, что все равно все разворуют. Ну нет, это неправильное мнение, потому что воруют всюду в мире, то есть есть коррупция в других странах. Да, я уже понятно, да. Но в Африке, скажем, я отвечал за бюджет 10 миллиардов евро в год, и то есть и у нас есть так называемый аудиторский суд, который рассматривает, как вы реализовали, то есть не только, что там не украли деньги, но они растрачены только точно по назначению. Кроме того, Европейский парламент сидит на твоей шкуре, я, конечно, хотел бы расправиться с тобой, что ты нехорошо обходишься с этими финансовыми ресурсами, но уровень ошибки даже очень небольшой. То есть можно создать систему, которая работает на благо населения и которая, я бы сказал, waterproof, то есть полностью непромокаемая. Но эта вот система, скажем так, она в основном на что направлена? На то, чтобы поднять уровень экономики или чтобы просто накормить людей? Потому что мы же понимаем, какой уровень там образования, квалификации. Может быть, мы ошибаемся, но многие европейцы, по крайней мере, у них такое представление, что ну как, там жарко, можно съесть банан с дерева взять, да, и там, в принципе, у людей нет никаких профессиональных навыков. Там только их надо кормить и всё. Вы правы, до моего управления мы в основном занимались кормить по существу. И теперь мы развернули, но это требует энергетика, сельское хозяйство, то есть инвестиции в инфраструктуру, которая имеет смысл. Там всегда может ошибка быть, но я бы сказал бы, уровень развития Африки не тот, который мы себе представляем сегодня. То есть всё-таки есть прогресс какой-то? Конечно, конечно, люди работают и есть системы. То есть я бы сказал бы, можно навестить Африку в любую страну и увидеть, что жизнь изменилась, наши представления неправедны. У нас есть звонок, пожалуйста, надевайте наушники. Слушаем вас, здравствуйте. Пожалуйста. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Практика показывает, что даже выполнение неправильного решения, она надёжнее, чем, скажем, метание среди правильными решениями. Поэтому отговаривать по поводу Аболтыни. Просто партия должна иметь в виду, что сейчас, отступив уже, объявив, она сойдёт с дистанции уже при этом парламенте. Поэтому, конечно, отступать ей некуда. Но меня интересует немножко больше. С учётом вашей специфики работы и знаний, я хотел бы ваш прогноз по поводу следующего года, поскольку смена обезьян, ой, извиняюсь, смена президента произойдёт в Америке. И как, каков ваш прогноз, и как это может повлиять на Латвию? Спасибо. Конечно, следующий год может быть очень сложный. На мой взгляд, главная проблема в Европе, это связано с беженцами и, конечно, с экономическим развитием. Выборы в Соединённых Штатах, я не думаю, что сильно повлияют на нас или вообще повлияют на нас. То есть, я думаю, что политика Соединённых Штатов Америки довольно прогнозируемая, и я не думаю, что смена президента особенно изменит главные направления политики. То есть, я сказал бы, она не отразится на Латвию или по сравнению с нынешней администрацией. Хотелось бы вернуться, опять же, к вопросу Вену, ты бы, и вот, чтобы вы прокомментировали, может быть, высказывание Вайровике Фрейберге, который она сделала буквально сегодня в программе «900 секунд» на ЛНТ, она заявила о том, что лидер партии Солвит Абултыни работает как терминатор. То есть, она делала всё, чтобы партия потеряла свои лидерские позиции. И таким образом Вену Тиба, по её мнению, мастит дорогу для Союза зелёных и крестьян к таким важнейшим постам министра, премьер-министра и так далее. Я очень уважаю Вайровике Фрейберг, но я думаю, что если смотреть карьеру после Ветаба, то выборы прошли успешно. В той ситуации, когда были большие решения приняты по уменьшению социальных расходов. То есть, она сделала очень хорошую работу для партии. И то, что сегодня есть определённая проблема, это связано с многими факторами, но не обязательно с тем, что она работает как терминатор. То есть, она работает на государство, она делает то, что она может. И, конечно, как каждый человек, она делает ошибку. Ну, то есть, вы согласны отчасти где-то, что ошибки у Союза зелёных и не... Конечно, у каждого есть ошибки. Есть, и она извинялась. То есть, это вполне нормальная ситуация, когда политика ошибается, но всегда, конечно, надо брать ответственность и извиняться, если бы вы сделали ошибку. Ещё звонок. Пожалуйста, надевайте наушники. Слушаем вас. Здравствуйте. Пожалуйста. Ну, доброе утро. Доброе утро. С Новым годом всё. Да, и вас тоже. Сходим, комиссар. Скажите, пожалуйста, вы тоже считаете, как большинство европейских политиков, что беженцы переплавятся в общем европейскому котле? Или всё-таки, когда их будет очень много, а как бы размножаются они гораздо больше, чем европейцы, в разы больше, что, в принципе, они не переплавятся, а сварят как бы саму Европу в своём котле? Спасибо. Спасибо. Я бы не отвечал однозначно. Конечно, надо работать на то, что они интегрировались. Я не хотел бы сказать, переплавиться это немножко сильно, потому что это уже сильное выражение. Но то, что этот процесс будет небезболезненно, это, конечно, ясно, потому что опыт интеграции есть. Я возьму страны, как Дания, Нидерланды и даже Швеция, не всегда был оптимальный. То есть это и связано с этим, что когда человек приходит, конечно, у него есть определённое культурное наследство, что, в принципе, неплохо. Но чтобы он влился, он должен иметь языка, он должен понимать систему политическую и систему ценностей. И это не так уж просто. То есть если смотреть, где проблема возникла в основном, это возникает во втором поколении. Не в первом поколении, которые приходят, потому что они благодарны, что им дали возможность избежать войны, смерти и так далее. Второе поколение говорит, погодите, я не при чём, а тут мы при чём. То есть во втором поколении самая большая проблема. И здесь, конечно, это требует всегда финансовых средств и большого внимания. И кроме того, то, что я считаю всегда очень важно, что это не был бы один гетто или какой-то квартал какого-то города и так далее, что превышается, и тогда, конечно, люди замыкаются в себе. И это, конечно, возникает проблема до всего в своём собственности. То есть я оптимистичен, потому что всегда эти потоки, в конце концов, вливались в общее общество. Но чтобы это было как можно безболезненнее, как можно, потому что эксцессы всегда будут, надо всё-таки очень много работать. И эта задача очень-очень большая задача всех правительств Европейского Союза. А вот что вам даёт основания, скажем так, уверенно говорить, что у нас это получится? Вот про те же гетто, например, хотя вот известно, что, в принципе, во всех странах такие районы существуют, что люди, ну кто им может запретить, допустим, те же квартиры поменять поближе друг к другу? В Швеции в той же, например, также пытались не устроить, скажем, гетто. И, тем не менее, со временем все потянулись одни к другим. Те стали выезжать из этих районов, шведы, а наоборот, вот люди приезжие, они стали туда заселяться. И получаются в результате вот такие районы. Я думаю, что... Почему? У Латвии должно получиться. Нет, у Латвии точно получится, потому что цифры, которые мы говорим, очень небольшие. Нет, ну если речь идёт там о тысяче, то, конечно, это даже несерьезно. Я не вижу большой проблемы, но я вижу в принципе, потому что каждый человек, важно, чтобы он вливался в общество, не уезжал потом, через год или два года, и так далее. В других странах европейской, я бы сказал, проблема беженцев была скрытой. Она была немножко темой политической. То есть мы за... в ценности. То есть они приезжают, мы принимаем, и потом мы их забываем. Только с цифрами, которые сейчас, начинается серьёзная работа. Потому что, я думаю, были такие эксцессы, которые привели к тому, что большинство, очень большая часть общественности в Европейском институте довольно скептичны. Потому что то, что они видели, не существует в том, что всех бы хотели. Я думаю, что этот опыт можно изменить, но, конечно, поток продолжает быть очень-очень большой. Это огромный поток, и он уменьшал... Я надеялся, что он уменьшится зимой, но уменьшение довольно незначительное. И ответ, конечно, в двух направлениях. Первое — мир в Сирии. Я надеюсь, что в этом году всё-таки это... Хотя бы хрупкий мир можно создать в Сирии. Это первое. И второе — всё-таки более жёсткая политика относительно тех, кто является беженцем и кто не является. Потому что до прошлого года ситуация была такая, что из балл стран, кандидатов в Европейский Союз, вы могли получить политическое убежище в Европейском Союзе. То есть это полностью был абсурд. А есть ли, на ваш взгляд, какие-то риски вообще существования Европейского Союза? Ну, вы знаете позицию евроскептиков, которые говорят о том, что в такой ситуации Европейский Союз долго не выдержит. Мы знаем позицию Великобритании. Есть целый ряд стран, отдельных Восточной Европы, которые сказали, что мы вообще беженцев больше принимать не будем и никаких квот не допустим. На ваш взгляд, есть ли какие-то риски? А, мы знаем, что и правые силы укрепляются, например, Липен-Марий. Или вы считаете, что Европейский Союз не угрожает ничего? Я сказал бы, ничего не угрожает, потому что нет плана Б в принципе. Вот что будет в случае распада, да, Европейский Союз? Да, таким образом. Я иду из этого. То есть нет ни у кого плана Б. Даже у Мари Липен, как ближайшая, она подходит к власти, позиция меняется. То есть экстрим. Она становится менее радикальной, да? Конечно. Конечно, это изменяет. И, скажем, тоже, если смотреть то, что Камерон, его запросы в Европейском Союзе, я бы не сказал ничего такого особенного. Есть некоторый элемент популизма в этом, но ничего особенно нового он не предлагает. То есть я бы сказал, нет плана Б у Европейского Союза. То есть Евросоюз не развалится, потому что у него нет плана, по которому развалится. Вот именно. А у Советского Союза был план, по которому разваливаются? Советский Союз был центрально, как бы сказать, центр. Большая Москва и управляла всем. Все-таки в Европейском Союзе не так, да? Может, у меня не сложило ощущение, что все решает Брюссель? Нет, нет, нет. Нет, да? Конечно, нет. Это и есть и проблема. Потому что столько говорят, что она распадается. В Советском Союзе никто не говорил, что Советский Союз распадется. Это большая... То есть там была централизация власти. Здесь все-таки этого нету, да? Вот именно. Может, у нас создало ощущение, что СЕИМ при нем в основном штампует вот те законы, если так можно сказать, которые приходят из Брюсселя. Ну, есть такое ощущение. Но это значит, что СЕИМ плохо работает. Есть такое ощущение. То есть такое не должно быть. То есть вы считаете, что Евросоюз все-таки вечная организация? Ну, вечно. Ничто не является. Ну, раз он не распадется. Это уже большое... Или надо план Б написать. Ну, я не вижу особо возможности распасться. Потому что просто это удачная конструкция. Я в Европах имела... Мы, например, в ужасе от Сирии, Ирака и так далее. У нас была Первая мировая война. Довольно... Мы вспоминаем, сколько людей погибли. И почему погибли. Это Слим Мунвокерс. Это у вас книга, которая... Вторая мировая война. А с чего она началась? Передели территорию. То есть нету возможности уходить от Европейского Союза. Потому что тогда мы сами себя раздавим. То есть я думаю, что это направление самое главное. То есть мы просто должны выжить в довольно сложной политической ситуации, которая исторически создалась в Европе. И Европейский Союз при всех ошибках самая лучшая методика жизни в Европейском Союзе. Ну, по идее, тогда надо назначить, наверное, 21 век веком дипломатии. Потому что вечно должны страны между собой как-то договариваться и так далее. Но они пока воюют, к сожалению. Пока, что касается договоренности ваш, все-таки прогноз. Ваши ощущения, удастся ли наладить взаимоотношения, не знаю, Европейскому Союзу с Россией в этом году? Потому что мы же понимаем, что санкции тоже не могут быть вечными, скажем так. Я думаю, что удастся. Я думаю, что удастся. Потому что, если смотреть на ситуацию в Украине, они намного спокойнее. То есть был переговор между четырех партнерами. То есть медленно, но это идет кому-то. Конечно, Крым остается большой проблемой. Но это более политическая проблема. Это не такая проблема, где люди умирают. То есть и должны дальше работать. Но я вижу все возможности, чтобы в следующем году отношения между Россией и Европейскому наладились бы. И если смотреть отношения в Соединенных Штатах и России, которые всегда очень сложные, контакты продолжаются и довольно усиливаются. И была очень хорошая договоренность по Ирану. То есть где Россия, Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз, который вообще был главным мотором всего процесса, все-таки смогли договориться. И потому я более оптимичен по Сирии, потому что позиции приблизились. Вначале позиции были настолько далекие, что процесс вообще не двигался. Сегодня я могу сказать, я вижу свет в конце туннеля. А что дало этот свет, по-вашему? Участие России в антитеррористической операции или еще что-то? Потому что у нас вот был господин Перебейниц, посол Украины в Латвии. И он, в общем, скажем так, не горел оптимизмом насчет того, что там все урегулируется, насколько я помню. Да, он как-то был настроен так пессимистически. Тем не менее, весь мир говорит о том, что вроде какие-то сигналы есть положительные и так далее. Я бы сказал, скажем, по газу. Россия и Украина были в 2014 году. Украина закупала в России 14 миллиардов кубик метров в год. В 2015 только 6, на мой взгляд. То есть есть что двигается в жизни. И более, скажем, независимость друг от друга в некоторых ситуациях помогает договариваться о больших проектах. И я думаю, что просто динамика и логика в какой-то степени меняют людей. И они пытаются договориться на более большой базе компромиссов, чем в начале любого процесса. То есть это просто, как бы сказать, мудрость людей смотреть на ситуацию, как она развивается. И если она не развивается, в позитивном направлении искать другие решения. Таким образом, я бы сказал, здесь нет одной какой-то ситуации, которая изменила мир. Но я бы сказал, в конце 2015 году мы находимся на много лучшей ситуации, чем в начале 2015 года. Не кажется ли вам, что Европейский Союз, в целом, если мы смотрим, или Брюссель, так условно говоря, он все-таки проявляет какую-то слабость в решении международных вопросов. Но вот мы видим, вы сами говорите, нормандская четверка. Там есть Алан, там есть Меркель. Вопросов нет. Но они лидеры конкретных государств. Где господин Юнкер со своей Европейской комиссией? Многие говорят о том, что не видно именно самого голоса всего Европейского Союза. Да, вот по старинке отдельные страны участвуют в этом дипломатическом процессе. Это, конечно, хорошо. Но где Европейский Союз? В принципе, конечно, можно сказать, что ООН тоже нет. Но где Европейский Союз? Я думаю, что все-таки мировое устройство базировано на организации объединенных наций. И там государство. Да, Европейский Союз выступает в общей позиции. Но в Совете Безопасности есть определенные государства. Есть постоянные члены. И это, конечно, будет всегда одним фактором, который будет проблематичным. Создавать сильную иностранную политику в Европейском Союзе. Есть определенные уже успехи, как я говорил, по Ирану. Но по Ирану, я бы сказал, был очень большой консенсус в странах Европейского Союза. Скажем, по России, я бы сказал то, что можно договориться с продолжением санкций. Это показывает, что все-таки Европейский Союз умеет найти компромисс. Но это будет всегда компромисс и всегда меньше. То есть, поменьше, где можно договориться. То есть, она не будет супердержавой Европейского Союза, Юнкер, Магарини. Скажем, Магарини не будет в некоторых вопросах так сильно, как будет Лоран Фабиус. Но Лоран Фабиус всегда должен найти поддержку Магарини. Это тоже что-то. Таким образом, иностранная политика Европейского Союза всегда будет менее заметна. Но все-таки очень важно, чтобы страны Европейского Союза, которые сидят в Совете Безопасности, двигались в определенном направлении. Да, после ваших слов хочется сказать, ну, за поддержку, тост. Член правления партии «Единство», бывший еврокомиссар Андрис Пеболкс был сегодня этим утром с нами. Спасибо, хорошего дня и с Новым годом. Вас тоже, спасибо. Мы продолжим через несколько минут. Не переключайтесь, уважаемые радиослушатели. Мы поговорим о тех политических и экономических событиях, которые должны, которых мы ждем или не ждем в 2016 году. Оставайтесь с нами через после рекламной паузы и новостной продолжим.